Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Наталья Гвоздарева. Начинается визит в Республику Молдова представительной делегации российских деловых кругов. Возглавляет ее президент Федеральной торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Мы попросили вице-президента ТППРФ Владимира Падалко более подробно рассказать о предстоящем событии. Предлагаем вашему вниманию интервью, которое мы взяли у Владимира Ивановича накануне визита. Как вы оцениваете нынешнее состояние российско-молдавских торгово-экономических отношений? В Российской палате мы полагаем, что последние несколько лет наши отношения серьезно затормозились. На это, в принципе, указывает серьезное снижение нашего торгового оборота. Во всяком случае, за последние два года он снизился более чем на 30%. Поэтому наша задача, а импульсы со стороны наших предпринимателей есть – оживить двухстороннее сотрудничество, наполнить его новой составляющей с тем, чтобы поддержать товарооборот. 1 февраля в Кишиневе состоится официальное открытие российско-молдавского бизнес-форума от качества конкурентоспособности. Одним из его организаторов стала торгово-промышленная палата России. Кто из российских предпринимателей вошел в состав делегации и какая предполагается программа визита? Мы данный визит планировали достаточно давно. Первый импульс к такому визиту дали позитивные результаты встречи на высшем уровне. В частности, это результаты межправкомиссии, которые были в 2016 году проведены. С нашей стороны, соответственно, межправкомиссию возглавляет Дмитрий Рогозин, вице-премьер. А с молдавской стороны – Актовиан Калмак, министр экономики и также вице-премьер Молдова. Ну и когда торгово-промышленная палата приступила к формированию состава делегации, нужно сказать, мы даже в один прекрасный момент испугались. Почему? Потому что буквально в первые 10 дней после объявления, так скажем, о начале формирования делегации, наш лимит был уже исчерпан. Сейчас в нее вошли более 60 человек, порядка 30 компаний, 17 регионов и 12 отраслевых групп. Вот так мы сформировали нашу делегацию. Соответственно, с учетом масштабов делегации и программы, той, которая намечена провести в Молдове, был сформирован и пакет встреч для Сергея Николаевича Катерина, президента торгово-промышленной палаты, который, соответственно, будет возглавлять делегацию. Это будут встречи на высшем уровне. Предполагается, что на пленарном заседании двухстороннего экономического форума будет присутствовать также президент Молдовы. А визит российской делегации как-то связан напрямую с достигнутыми недавно договоренностями во время визита президента республики Молдовы Игоря Додонова в Москву? Ну, не стану скрывать, что, конечно, договоренности на высшем уровне дали дополнительный импульс нашей поездки и, в общем-то, подняли, конечно, уровень нашего визита на соответствующий. Еще раз подчеркну, что мы очень внимательно следили за результатами договоренностей, которые здесь были в Москве. И, конечно, вот та активность предпринимательская, она напрямую зависит от тех посылов, которые власти дают предпринимателю в движении на встречу друг с другом. Я думаю, что тот позитив, который сейчас присутствует в договоренностях на высшем уровне, он обязательно положительно скажется, когда наши предприниматели сядут за стол переговоров уже непосредственно в Кишиневе, а с учетом нашей близости, нашей давней дружбы и стремления все-таки и понимания, как нужно работать, у нас получится с Молдовой восстановить и преуспеть в наших отношениях. Многие российские компании имеют конкретные коммерческие проекты, которые можно реализовать в Молдове. Какие цели ставит перед собой ТПР в 2017 году в рамках продвижения интересов российского бизнеса в этой стране? И каких результатов предполагается достичь? Вы знаете, конечно, на состояние наших двухсторонних отношений и на государственном уровне, и на уровне предпринимателей сильно повлияло то, что Молдова подписала соответствующие договора с Евросоюзом и об ассоциации. В соответствии с этим в 2014 году Российская Федерация приняла соответствующие нормативные документы, ограничивающие импорт товаров, ряда товаров молдавского производства. Конечно, это прежде всего касалось вина, алкогольной продукции, другой алкогольной продукции, сельскохозяйственных продукций и продуктов питания. Ну, вот сейчас уже, смотря сквозь палитру других товарных групп, мы точно абсолютно понимаем, что не нарушая вот те ограничительные сферы, которые имеются, мы как предприниматели, конечно, можем подавать свой голос, но работать мы должны в рамках закона, мы нащупали определенные товарные позиции, которые интересны и нам, и предпринимателям из Молдовы, чтобы мы пошли и начали работать достаточно глубоко. Вот смотрите, у нас появилось, например, сельскохозяйственное машиностроение. Это не входит в силу запретов, которые существуют на настоящий момент. Вопросы торговли, вопросы организации производства в сфере легкой промышленности. Традиционно, вот Молдова поставляла в Российскую Федерацию сырье для наших, соответственно, ряда промышленных производств. И сейчас, извините, наши дизайнеры даже пришли к выводу, что пошить сейчас в Молдове гораздо интереснее, нежели более в отдаленных странах. У нас готовы проектные институты предложить свои продукты в Молдове с тем, чтобы восстановить там и транспортные узлы, и принять участие в реанимации дорожных там покрытий, ну и других объектов. В общем, я недаром сказал, что мы формировали состав нашей делегации в четкой привязке к той выставке, которая сейчас 31-го, 1-го, 2-го будет проходить в Молдаве. А это все-таки Made in Moldova, самое крупное выставочное мероприятие в стране. И наши предприниматели рассчитывают нащупать вот эти вот краеугольные моменты, которые бы позволили нам заключить достойные договора. Спасибо большое за подробный и интересный ответ. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok